Конечно же, наша редакция против употребления, перевозки, производства и особенно распространения наркотиков Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», которая выходила в 2006-2013 году на канале ТНТ Там она сыграла Дашу Букину, супругу Гены Букина, торговца обувью В 2019 году вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» часть 2 «Наши дни» в роли Гены Букина «Кокаин» Первая серия, так сказать, завязка данного сериала вышла еще в сентябре Там девушка, очень похожая на Наталью Бочкареву, объясняется при задержании с полицейскими Вы наверняка это видео видели, давайте еще раз посмотрим Фамилия Наталья Бочкарева Я имею свернутую купюру, которая у меня будет сейчас спрятана И мешочек, в котором, ну, обычно говоря, остатки вот этого Остатки чего? Средства Какого? Наркотического Какого? Ну, какого? Я поняла, какое наркотическое средство? Витаминка, кашля, кироиды, каинь Я поняла, где все это находится у вас? Скажу, здесь? Вау, нет А, все находится под у вас? В сумке что-либо находится у вас? Нет? Берите ссылочку Давайте Прям очень четко слышно, что при девушке, похожей на Наталью Бочкареву Есть наркотическое средство Остатки наркотических средств Которые вот спрятаны в малодоступном месте Куда делась основная часть наркотического средства Остается только догадываться И, в общем-то, на этом могло бы все закончиться Но актриса Похожая на актрису Москва Кокаин Ну, нет ничего странного Но было у этого сериала и продолжение Через некоторое время Наталья Бочкарева, уже настоящая Наталья Бочкарева Сказала, что Это видео Она первый раз видит Что на ней вообще не она Что это все происки злых журналистов И ее недоброжелателей Конечно, такое заявление не могло остаться без внимания Сразу начали все сравнивать видео Первую девушку с первого видео С оригиналом Наталья Бочкаревой И вроде бы как бы она там все-таки сходилась Но вот Наталья просто пошла в отказ В интернете появилась новость О том, что я была поймана с кокаином в трусах Люди, которые пытаются заработать на мне Сделать, раздуть скандал Должны нести ответственность за свои слова И не порочить имя артистам Поэтому я думаю, мы выясним Откуда растут ноги у этой новости И этих людей привлечем к ответственности Нет бы сказать Я же вас вот радовал своим талантом А меня кто порадует? Ну нет Третья часть, заключительная Состоялась 10 января Наталья Бочкарева признала вину Раскаялась Сказала, что так больше никогда не будет Попросила прекратить уголовные преследования В ее адрес И назначить ей судебный штраф Что было и сделано Можно сказать, что отделалась легким испугом То количество вещества, которое при ней было обнаружено Остатки количества вещества А это 0,69 грамм кокаина Соответствует статье 228 части 1 УК РФ И наказывается или же штрафом от 40 тысяч Или же лишением свободы на срок до 3 лет О том, какая практика существует в России По этой статье Мы поговорим с адвокатом Федором Трусовым Вас оболгали в интернете Против вас начали информационную войну Наши адвокаты И лучшие пиарщики Решат ваши проблемы Дело Натальи Бочкаревой Конечно, если бы не феномен столь яркой актрисы Про это дело бы никто и не вспомнил бы И не заметил бы его Если бы в СМИ не попали бы кадры ее задержания Где она весила в своей манере Рассказывала про то Как у нее это нашли там Или не нашли Или нашли, но не там Или не нашли в том месте То мы бы об этом не заметили Для понимания Уголовная ответственность По кокаину От 0,5 грамма У нее нашли 0,69 По большому счету на грани И если ей обвинять Наталью В каких-то коррупционных связях То скорее бы ее бы Дотянули бы вниз Чтобы вообще не было уголовной ответственности И была бы административка Все было бы ясно и понятно В данном случае Бесспорно Красивая, яркая женщина Творческая Искала вдохновение Ну, нашла таким образом Ну, за что же мы ее будем Просто растерялась выходит Да, просто растерялась Да И вот ее Ну, женщина в этот момент Была без мужского плеча В этот момент ее вот Нелихорадила Не то нашли Не то не нашли Не то не у нее Нашли Не то не нашли У лицо на нее похоже Ну, а зачем вот это второе видео Нужно было Где она прямо сказала Что на этом видео не я Что журналисты это все придумывают Что они хотят хайпануть И что всех она привлечет по суду Творческая личность Возможно, в этот момент Она искренне в это верила Что с ней тогда Произошло не то, что она думает Может быть, это вообще Ей казалось, что это было не с ней Так бывает К сожалению Но, по большому счету Ведь все закончилось Довольно-таки хорошо для нее Прекращение уголовного дела И выплаты судебного штрафа Это самый лайт-режим Для 228-1 Самый лайт-режим Она несудима Выплатила штраф Все, уголовное дело прекращено Сказать, что это именно благодаря тому Что это Наталья Бочкарева Наверное, нет Законодатель позволяет это дело для любого К сожалению К сожалению Подчас, действительно Если у тебя нет хороших защитников Нет медийного сопровождения К сожалению, да Ты по 228 и по части 1 Можешь реально уехать Места они столь отдаленные Особенно, если у тебя есть соответствующий бэкграунд Но, по большому счету Абсолютно правильное решение вопроса Судебный штраф Наталья поняла Что делать надо, что не надо Второй раз попадется Все Даже с таким небольшим остатком кокаина Может быть, была хорошая вечеринка Но в следующий раз она уедет Скорее всего, уже по-нормальному Ну, на зонах тоже есть театры Поэтому, я думаю, она и там не пропадет Ну, слушайте Повторюсь Наталья Бочкарева Хорошая, яркая женщина Зачем мы будем ей желать Нет, нет, нет Мы не желаем Мы, наоборот, ей желаем хороших ролей Безки играет Но вдохновляется в следующий раз Более какими-то другими Более классическими произведениями Народного творчества Народного творчества Сам по себе судебный штраф Под вода 8 часть 1 Не является чем-то из ряда вон выходящим При хорошей работе защитников Если ты все признал Загладил ущерб Вину признался Во всем покаялся Почему нет? К сожалению, да Это абсурд нашей правоохранительной системы Подчас он под вода 8 часть 1 Все равно хочет человека добить Сделать ему судимость Пусть даже нереально условно Ну, тем самым, по сути, покалечить жизнь Конечно же, это... Ну, здесь в данном случае Нельзя говорить, что это благодаря Именно потому, что Наталья Бочкарева Такая яркая звезда Поэтому она избежала По большому счету Абсолютно нормально Справедивый исход То есть, именно здесь вот Все должно... Все было по закону Абсолютно Это в других просто делах может быть Перегиб В других бывает перегиб Абсурдность А здесь, ну, человек первый раз Творческой профессии Погорячилась Была неправа Ну... Больше так не будет Надеемся Ну, что же Вот так вот закончился сериал Счастливы вместе часть 2 Наши дни Надеемся, что продолжений не будет А Наталье Бочкаревой Мы желаем Хороших, интересных ролей И искать вдохновение В чем-то в другом А не в белом порошке Вот уже более 25 лет Редакция «Момент истины» Является автором Самых громких И резонансных расследований Если вы подвергаетесь Рейдерскому захвату Если вы столкнулись С беспределом в суде Если вы испытываете Незаконное уголовное преследование Если вы встретились С произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин